Добрый день, добрый вечер, добрый, но не злой. Дорогие друзья, здравствуйте, меня зовут Нечислав Платок. Вы смотрите передачу «Наталья, подождите». Как вам уже стало известно, 15 июня суд Чекан принял решение о приостановлении наказания в отношении бизнесмена Вячеслава Платона по запросу генпрокурора Александра Стояногу и национальной администрации тюрем. И вот сегодня, 69 февраля, он самый у нас в студии. Господин Платон, здравствуйте, добро пожаловать. Ну, расскажите нам, делишки-то как у вас, нормально? Нормально. Извините, чуть-чуть вытекло. Ну, слушайте, давайте перейдем к делу. Вы вообще ожидали в этом году дать мне лично интервью? Откровенно говоря, ну, были большие сомнения. А почему? Может, я вам не нравлюсь? Наталья, вы агент ФСБ? Я, во-первых, не Наталья, а господин Платон. Дорогой, ты че? Ты че делаешь? А что вы имеете в виду? Что-то не так? Ты сумасшедший, ты сошел с ума. Я сошел с... Господин Платон, что все это значит? Это что? Это что? Так я вас спрашиваю, это что? А я вас спрашиваю, это что? Это что? Это что? Хуй в пальто! Господин бизнесмен, отвечайте, что с вами происходит? Вы поймите правильно, 4 года фигачили тебя с утра до вечера, с утра до вечера. Ну, нервы не к черту. Ага, ну теперь все ясно. Значит, это последствия психологической травмы, да? Прекрасная у нас, конечно, сегодня беседа получается, господин Платон. Слушайте, пойдем дальше. У нас такой интересный вопрос. Вы задумывались когда-нибудь, что бы вы сделали, если бы стали президентом республики Молдова? Я раздал бы каждому жителю Молдовы по 5 миллионов долларов и придумал бы лекарство против рака. Окей, 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 окей. Вы знаете, я, наверное, ошибся, пригласив вас на это интервью. У меня было одно в голове, теперь совсем другое. Спасибо вам за ваши ответы, за ваше время. Думаю, на сегодня хватит, да? Подождите, пожалуйста. А что случилось? Вы хотите продолжить? Давайте мы сосредоточимся на более важных и насущных вопросах. Хорошо, сосредоточимся на важных вопросах. У меня важный вопрос к вам, от телезрителей. Какие отношения связывают вас и господина Деда Мороза? Я хочу сказать, что у нас была одна единственная сделка. В 2011 году все. 2011 год. Я запишу. 2011 год. 2011 год это когда на конкурсе Евровидения выиграл Азербайджан. Правильно? Да. Хорошо. Ответьте нам, пожалуйста, какая связь между госпожой Снегурочкой и Дедом Морозом? Это ее бывший муж. Десять лет они были вместе. Бывший муж? Не дедушка? Понимаете? Интересно-то как. Выпью я, пожалуй. Что это такое? Тихо, тихо, тихо. Это просто кофе. Господин Платон, вам тоже принести баночку? Ну зачем? Как зачем? Если выпить хочется, попросите, мы вам принесем. Странный вы собеседник, господин Платон. Как говорят в Белоруссии, парк Тейфриптентрунлу. Заткнись. Молчи. Не-не-не, ну я серьезно, Вячеслав Ландроматович, ей-богу. Слушайте, а могли бы вы сегодня с нами поделиться, со мной, с нашими телезрителями, секретами вашего успеха в бизнесе? Как так случилось, что у вас в 90-е были 800 тысяч леев, чтобы купить акции в Инвестприватбанк? Как вы это успели? Успеть все это сделать крайне сложно. Ну а в чем ваш секрет? Может вы читаете гороскоп? Может вы используете черную магию? Не знаю. Друзья мои, как будто вы с луны свалились. Ну а тогда как это объяснить? Может, кстати, может вы человек верующий? Вы молитесь, господин Платон? Конечно. Ага. И в чем состоит ваша молитва? На чем вы концентрируетесь, когда вы молитесь Господу Богу? Я концентрируюсь на краже миллиардов. То есть вы лично концентрируетесь на краже миллиарда? Я лично концентрируюсь на краже миллиардов. И вам молитва помогает в краже миллиарда? Я надеюсь, да. Господин Платон, вы понимаете, что я сейчас могу позвонить в полицию и вас арестуют за эти высказывания? Не надо перекручивать. Не надо перекручивать. Ничего я не перекручиваю, господин Платон. Я пытаюсь найти хоть чуточку смысла в нашей сегодняшней беседе. Вы можете мне, нашим телезрителям, объяснить, о чем наш сегодняшний с вами разговор? На. На что? Но. Но что? Это что? Это импотенция. Понимаете? О, это я отлично понимаю. Вот что я не могу понять, это если вы способны хоть раз быть честным. Искренне ответить мне на вопросы. Вы это можете? Я не могу сейчас. У меня есть свои дела. Ну да, человек занятой, нет у вас времени быть честным. Ну слушайте, тогда незачем мне с вами больше встречаться. Можете не встречаться со мной. Могу и не буду, господин Платон. Думаю, наигрались мы. Хватит. Наигрались, хватит. Вы собираетесь повторять все, что я вам скажу? Скажу-ка я вам до свидания и прощайте, больше увидеться с вами не хочу. Мы вернемся, мы вам покажем. Что вернемся, что покажем? Охрана! Скоттец, Алварок Формовский, Ньездвин Минц. Тебе уже все равно. На вас, да, все равно. А вот на что мне не все равно и кум си эксплика? Фапту к уамени, карен мод директ, о партачпат, ла конструкция, а частый систем коррупт, пенуми политика Републичи и Молдова, майста около в 2-3-4 руань лань кису арипин досар политик. Йес, шеприндла арибди инджер, ше сапук иди салват цара. Сегодня моя главная задача – это восстановление справедливости, это возврат нашему народу украденных у него денег, тотальная борьба с плохотником везде, всюду, на всех этажах власти, общества. Для меня сейчас главная задача – это доказать людям, доказать этому народу, что я могу принести огромную пользу этой стране. Неважно. Ой, что-то я погорячился, извините, ребята, опять на польском заговорил. Спасибо вам еще раз за внимание, не забывайте, меня зовут Нечислав Платок, и это передача «Одну секундочку, Наталья». Всего доброго. Ну, Майбини, Лариди, что же там вот происходит? Какой-то румынский вирус на меня настал.